Итак, ребята, всем привет! Собственно, если вы как бы не хотите мата, попрошу вас выключить это видео. Сразу предупреждаю, что да, будет немножко мата, совсем немножко. Но я надеюсь, что это не будет такой сильной проблемой. Так что надеваем наушнички, чтобы никто вас не слышал. Точнее меня, чтобы никто не слышал из родителей и прочего. И, по сути, это последние ролики с, так скажем, без достраданий. Потому что я помню, вот когда я выпустил прошлый свой ролик разговорный о подобной теме, то один человек даже подсчитал, это пятый или шестой раз и так далее. Это все очень печально. Но, тем не менее, я сегодня хотел затронуть немножко другую тему. А именно то, что у меня пришло сегодня осознание. Осознание всего, что вообще с моим каналом происходит, почему все так, почему падают просмотры и так далее, и так далее, и так далее. Основная причина не в том, что подписчикам как бы не нравлюсь я. Они подписываются только ради такого контента, потому что я единственный, кто пилю такой контент. Ну, да, это те же самые реакции, но, тем не менее, реакции на пони комиксы, на пони еще что-то не делает никто. Ну, кроме Уликса, который сейчас балуется с реакциями на бронехейтеров и делает на 15-минутный ролик 40-минутную реакцию. Но, тем не менее, у него все равно получается достаточно-таки интересно. Осознание пришло именно того, именно почему все так происходит. И, знаете, я... Окей, кош... Э-э-э, подожди, подожди. Кошак просто пришел, начинает все тут рушить. То я записываю себя дома, и мне мешает мама. То я снимаю фиши, и мне мешает кошак. Так, уйди, пожалуйста. Что ж, суть в том, что людям надоело однообразие. Ну, это и так понятно, но, тем не менее, им надоело то, что это выглядит как коммерческая платформа, где я просто как бы от фонаря выпускаю по несколько роликов в день. Просто ради того, чтобы срубить больше просмотров и так далее. И это все верно. Типа, я реально снимал некоторые видосики, задумываясь о том, что вот, пони-страшилки собирают, надо побольше пони-страшилок. Меня просят больше пони-страшилок. Я начинаю пилить больше их. И их прям чересчур много стало, как я заметил. Так что я начал сильно очень думать об этом всем. И пришел к выводу, то, что я перестал заниматься тем, чем занимался когда-то. а именно пытаться делать это с душой. Ну, не то, чтобы с душой, а пытаться как бы делать это, потому что я это хочу. У меня вот была такая вот проблема, что, ну, недавно я хотел бросить все из-за того, что мне просто-напросто, ну, перестало это нравиться. Перестало нравиться заниматься Ютубом. Перестало все вот это вот привлекать. И я видел в этом только минусы, учитывая, что я как бы пытаюсь что-то пилить, а у меня все равно не получается. Из-за того, что просмотры все падают и падают. Но я так увидел, что, ну, со стороны, что я не прав, и все это происходит именно из-за того, что я просто начал пилить однотипные реакции. То есть, допустим, я вот один день, я выпускаю только пони-страшилки. На следующий день выходит какой-то рандомный ролик, и опять пони-страшилка. Типа, лол, что за фигня? Я даже вот из-за некоторых комментариев просто тупейшие люди пытаются меня как-то задеть. Я не понимаю, какой смысл от таких просто очевиднейших вопросов, о, точнее, не вопросов, а просто комментов. Типа, читаю, допустим, позавчера. Ты дебил. Ладно. Я всегда таким был. Следующий день. Ты дебил. Только от другого человека. Какие же вы оригинальные. И я даже думал скрыть комментарии от, ну, вообще, от просмотра из-за того, что... Или вообще скрыть возможность комментирования из-за того, что я как бы переживал именно за то, что люди себя выставляют не с лучшего вида и пытаются что-то доказать мне. и при этом у них слабо это получается. Прям тупейше получается. Но, блин, ребят, какой же я блогер или, точнее, какой же я флаттергрин, если буду запрещать как бы комментировать ролики и скрывать статистику. Я всегда презирал вот эту вот систему, что можно скрыть комментарии, можно скрыть лайки, дизлайки. Можно скрыть количество подписчиков. Я всегда этого не любил и я всегда это показывал на свет. Да, у меня 150 тысяч подписчиков. Да, у меня по тысяче, по две тысячи просмотров собирают некоторые ролики. Это плохо, но, тем не менее, я пытаюсь это изменить. И к чему я все это клоню? Я клоню к тому, что я понял, что надо заниматься это с частичкой души, с частичкой души. Потому что, вот, смотрите, допустим, у меня появилась какая-то идея. Я ее не захочу реализировать из-за того, что как бы это долго и придется там постараться, монтаж делать и так далее. И я лучше выложу три страшилки подряд, и они соберут в пять раз больше. Это был прошлый я. Но, по сути, я хочу реально заниматься тем, чем мне нравится. Ютубом, какими-то рандомными видосиками, бронелогией, еще что-то. То есть, суть в том, что хватит. Хватит обычного конвейера, где я пытаюсь угнаться за, допустим, просмотрами, за еще чем-то. Я этого всего не хочу. Теперь, по крайней мере. Я просто хочу заниматься этим, потому что мне это нравится. И, да, меня спрашивали, какая моя цель после... Ну, были такие вот вопросы в комментариях, возможно, еще в личных сообщениях мне задавали, какая моя цель. Вот, когда я достиг 100 тысяч подписчиков, меня об этом спрашивали. Моей мечтой и целью было лишь одно, получить 100 тысяч подписчиков. Я был очень рад, и не представляете, насколько меня переполняли эмоции, когда я этого смог достиг. Мечту достиг, но не совсем, потому что теперь я гонюсь на пятистало. Не знаю, получится ли у меня это или нет, но я хочу стать самым популярным брони-ютубером в СНГ. Для этого мне следует обогнать iWatcher Comics, мне следует обогнать креативный канал Тома, у которой 260 тысяч подписчиков. и канал The Doctor Team. Я не помню, сколько у них, по-моему, около 200 тысяч есть. Так что цели у меня есть, как видите, и я очень надеюсь, что вы продолжите смотреть мои ролики. Да, будут некие изменения в плане контента, что я не всегда буду выпускать пони-страшилки, как раньше. Да, возможно, вы хотите побольше их, но, ребят, наберитесь терпения. Если они будут выходить, то, может быть, раз или два раза в неделю, потому что я не хочу теперь засорять ими прям весь канал. И да, возможно, не будет никакого расписания по поводу канала, я пытался его сделать, типа, два ролика в день, таких-то, таких-то, один ролик в день, таких-то, таких-то. я просто буду рандомно записывать, если у меня будет получаться, то хорошо. Если у меня не будет желания делать на, допустим, сегодня или на завтра ролик, то я этого не буду делать, потому что нету желания и через силу пытаться записать ролик, это слишком глупо, как по мне. Так что, ребят, я очень надеюсь, что вам понравится новый контент и я флаттергрин человек, который добился своей цели, который смог достичь этой цели, которая у него была, и который пытается переплюнуть самого себя, перестать быть коммерческой мразью, который раньше я себя, хотя давайте-ка я себя лучше назову тем, кем я называл себя раньше. С вами был флаттергрин, криворукий мудак, который особо ничего не достиг, но он достигнет в новом году, точнее, в 2019 году, он уже не новый, уже месяц или два идет, но, тем не менее, всех с Днем Святого Валентина, у кого он прошел, у кого нет, какая разница, всех с этим праздником, и я надеюсь, я смогу вас еще порадовать новыми видосиками, унывать я не буду, уж поверьте в это, да, канал Погачи Лайфу все еще в силе, тем не менее, я буду пытаться развивать этот канал, не только с Панями, возможно, по другим мультсериалам, возможно, еще по каким-то сферам, возможно, реакции будут выходить с Грина тут, мы еще увидим, вдруг я захочу что-то еще запилить такого необычного, возможно, что-то будет по типу обзоров на мемы, возможно, обзоры на мемы это будут именно обзоры, а не просто реакция на мемы, так что, ребят, ждите, надеюсь, вам все понравится, удачи, и с вами был ваш пони-семпай, да, я себя так назвал, потому что у меня появились недавно футболки с моей эмблемой, ссылочка, кстати, будет на них в описании, с моей эмблемой, и снизу подписано так, yo пони-семпай, то есть на английском yo пони-семпай, типа твой пони-семпай, это супер, я считаю, и это забавно, учитывая, что я остался практически един, точнее, единственным брони-ютубером с пони-контентом, нет, еще есть Тома, The Doctor Team, I Watcher Comics, Рэмбу Вика, короче, еще хватает людей, которые записывают на пони-ютуб какие-то видосики, правда, я единственный, наверное, парень, который остался, тоже уже, I Watcher Comics, The Doctor Team, короче, я что-то туплю уже, так что это признак того, что надо заканчивать видосик, всем спасибо, всем удачи, всем пока, пока.